Разгар лета и сезон отпусков положительно сказываются и на процессах, протекающих в округе. Практически все подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность муниципалитета, работают без потрясений в штатном режиме. Продолжается диспансеризация в Центральном парке города Видное. Новую форму 086 теперь можно получить через портал Госуслуг в Московской области. Данная справка для поступающих в УЗы, колледжи и техникумы. Мы в топе лучших по ведению телеграм-чата общественной палаты Видное здоровье. Начальник пожарно-спасательного отряда Александр Каврижных рассказал о возгорании в многоэтажном доме в деревне Сопронова, в ходе которого никто не пострадал, и обратился к представителям компаний, обслуживающих жилье. Попрошу управляющей компании посмотреть состояние и наличие качества именно пожарных кранов, потому что, по сути, мы работаем только с них, когда они есть. Инспектор Госпошнадзора, он не сможет зайти в каждый подъезд, а значимость, она критически важна данных систем. Директор муниципального предприятия Дорсервис Артем Колесников рассказал о ходе ремонта дорог в Ленинском городском округе. Всего за период шести месяцев предприятие отремонтировало 9354 квадратных метра. В отношении текущего ремонта дорог завершены работы по улице Советская и на участке Измайла Булатникова, также на улице Советская. На этой неделе приступаем к замене борта на втором участке Советской улицы и рассчитываем закончить работы до вторника следующей недели. Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева огласила итоговые результаты государственной аттестации выпускников. 1 июля у нас закончилась государственная итоговая аттестация. По ее результатам все 72 претендента на аттестат особого образца среднем общем образовании и медаль за особые успехи в учении подтвердили своими результатами. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.